Ток-шоу по фактам в прямом эфире. Меня зовут Юлия Федорова. Добрый вечер. Сегодня моим гостем, с которым мы обсудим актуальные события, стал лидер нашей партии Рината Усатой. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, тема местных выборов логично становится все более громкой и обсуждаемой. Тут и заявления оппозиционных партий, и политиков о грядущих фальсификациях с давлением на ЦИК и местной власти. Появляются новые партии со старыми и не очень политиками. При этом 77 партий в маленькой Молдове, их потенциал вызывает множество вопросов, ярко себя проявляет. Шор появился на политической арене, почти забытый господин Никифорчук. Стоит ли всерьез говорить об интересах Плохотнюка сегодня? Вы знаете, я думаю, что у Плохотнюка всегда был, есть и будет интерес ко всему тому, что происходит в Молдове. Потому что, вы поймите, человек потерял все свои инструменты не только для личного обогащения, а в том числе для того, чтобы как-то иметь возможность продать себя, скажем так, за пределами страны, как человека, который тут все решал, все контролировал. Влияние. Да. Поэтому сегодня я не думаю, что Плохотнюка устраивает участие потерпевшего, кем он сегодня является. Надеюсь, таким останется на всю жизнь. Поэтому он, если скажем так, у него вначале была идея фикс создать новый политический проект, после того, как против него были введены санкции со стороны США и других стран, он перешел на план Б и пытается как-то все вот эти пару сотен своих человек, которые к нему летали, я имею в виду, примары сел, председатели районов, бывшие действующие, все то, что многие СМИ писали о визитах на Северный Кипр, в Стамбул. Значит, этих людей ему нужно как-то сегодня распределить для того, чтобы, ну, та информация, которую получил я, говорит, вам нужно сохранить свои должности, максимально трудоустроить количество людей в виде советников там сельских, районных и так далее. А когда я вам подам сигнал, вы опять пойдете там, куда я скажу. Потому что вот то, что вы сказали, у нас появились новые партии. Если сегодня провести журналистское расследование, я, например, не хочу этим заниматься, но сделать органеграмму, то есть вот все новые партии, и неважно, появились они последние дни, или в течение там последних лет, или переформатирование существующих, вы увидите тех же политиков, и вы просто вот вначале вверху пишешь ЦК КПСС, ну, имеется в виду партия коммунистов Воронина, и потом смотришь, кто стал социалистом, кто из социалистов стал шоровцем, кто из социалистов стал демократом, кто из ЛДПМ опять же стал демократом. То есть те же люди в течение последних 30 лет на разных выборах, только под другими названиями, всегда появлялись на арене для того, чтобы одни вернуться к кормушке, другие, чтобы усилить как-то свое влияние. И что не исключение, и партия ПАС, да, партия власти, ведь они практически все выходцы из ЛДПМ. Отец-основатель. Отец-основатель, товарищ Филат. Сегодня очень активно критикует, и мы об этом, возможно, тоже поговорим. Да, значит, но я говорил, и я вас уверяю, запомните, не за горами тот день, когда, а, речам пойдет, подаст в отставку, и следующим примером станет СПыну, и этот же СПыну устроит очередной раскол уже в ПАСе, и, скажем так, новый политический проект возглавит СПыну, который тоже будет говорить, вот в ПАС были все плохие, вот как ПАС говорит, что все плохое осталось в ЛДПМ, так же СПыну уже будет говорить, что все плохое осталось в ПАС, а вот их новая партия проевропейская, там, Куамень, Буни и так далее. То есть, вот, поэтому это все очень просто. Возможно, разовьем эту тему, но вопрос, знаете, какой в этой связи? Вот, несмотря на заведенные дела и принятые ПАС законы, власти не удается ликвидировать политической арены ШОРа. Как не удается справиться с юстицией, нашей реформой юстиции, или с судебно-правовым, так сказать, наследием Плохотнюка? Вот это говорит о некомпетентности, интересах, или вот какова ваша версия? Я считаю, основная проблема правящей власти, это сегодня инкомпетенция. То есть, у них отсутствует сегодня компетентность по ключевым министерствам, которые многие возглавляют. Я смотрю за активностью многих депутатов парламента, правда, это касается и оппозиции. Многие депутаты парламента, что от правящей власти, что от оппозиции, я не видел ни одного законопроекта, который они обещали в предвыборную кампанию. Потому что, если говорить, например, про город Бельцы, со стороны Бельц, бельчане в разное время делегировали разных депутатов. Кто-то в партию коммунистов, кто-то в платформу «Да», кто-то социалистов. Все обещают закон об особом статусе муниципия Бельц, предвыборную кампанию, потом дружно это на 4 года забывают. И поэтому власть сегодня, знаете, как у нас? У нас страна должна жить, как Санту скажет, а народ как карта ляжет. Поэтому о какой юстиции мы можем сегодня говорить, если они публично сначала несколько лет говорили, что они не знают, где Плохотнюк. Потом где-то с 35-й попытки они вышли и сказали, что он находится в Турции. А месяц назад они вышли и сказали о том, что все страны мира, включая Турцию, уведомили власти Молдовы, что Плохотнюка у них нет. И вы понимаете, им бы хотя бы не выходить и не нести этот бред, когда все телеграм-каналы, многие СМИ писали об этих вереницах людей, которые... То есть у Плохотнюка было 200 человек в Стамбуле. Уже всем известно, что есть эта там Кристина, не помню ее фамилию, там девушка, там помощница, которая там рулит, бывшими действующими примарами. То есть вся страна обсуждает эти поездки. Они же приезжают, собирают село. Вот было Плохотнюка, пили то, ели это и так далее. А эти, говорят, его нет. Но с другой стороны, у Молдовы сегодня есть уникальный шанс, с момента, как любая страна мира заявляет, что разыскиваемое лицо властями Молдовы не является на их территории. А мы знаем, что он точно там находится. Я об этом сказал еще два с половиной года назад. И прокуратура, и турецкие власти на тот момент это подтвердили. Значит, у молдавских властей есть сегодня легитимное право дать поручение молдавским спецслужбам, чтобы они его привезли. Вот так же, как увезли у нас когда-то Чауса, его же не увезли бандиты, ну, для телезрителей, кто не знает, это судья, обвиненный и осужденный за коррупцию в Украине, его же забрали представители спецслужб. Нагло. Средь бела дня. Средь бела дня и так далее. Сегодня, если нам говорят, что Плохотнюка нет, а мы знаем, где есть, поверьте, я бы сформировал группу из пяти человек, Плохотнюк был бы дома в течение 48 часов. А они сегодня, те, кто руководят у них Саббезом, те, кто являются даже участниками Саббеза. Господин Карп, кандидат правящей партии на Маракишнево, он председатель парламентской комиссии по безопасности. Вы поймите, там столько специфических вопросов. Я думаю, что он разбирается в проблемах безопасности, господин Карп, так же, как Майя Лагута разбирается в полете на космос, понимаете? То есть, поэтому, все, что мы имеем в стране, это результат. И неважно, какая вот, вот смотрите, берем еще одну проблему, которую обсуждалось, я видел неоднократно у вас в студии со многим. Проблема патентов. Вот есть Алайба, который вышел и сказал, как бы, патенты ликвидируем, будете работать по новым условиям, так-то, так-то и так далее. Одни согласились, большая часть населения возмущается. Опять же, вся оппозиция критикует, что вот это плохо, ужасно. Хотя все те, кто критикует сегодня решение Алайбы, ну, его предложение, они все были у власти, и сами ничего не предложили взамен. А самое страшное, что они где-то в коридорах говорят, ну, в принципе, у этих нет выхода, это все равно надо было рано или поздно эту тему патентов предлагать. Но никто не вышел с решением. Я заказал у экспертов анализ, именно, то есть, сколько у нас человек в стране, какое у нас наполнение бюджета за счет сбора. Еще раз, мы говорим про патенты для людей, там есть целые семьи, правда, которые вовлечены в мелкую розничную торговлю. Значит, я когда узнаю, что на 2022 год был план собрать со всех патентов обладателей, патентов держателей, значит, 32 миллиона лей, они собрали 30. Мы говорим про полтора миллиона евро в год. Послушайте, если есть сегодня компании, которые импортируют, неважно, одежду, цветы, ну, то, чем торгуют люди по окончанию, Бельце, Кишиневе, во всей стране. Если эти компании растаможили свой товар, заплатили налоги, зачем вообще собирать с этих людей, которые из-за нужды, 90% людей, которые торгуют сегодня, торговали все это время и пользовались патентом, это пенсионеры, малоимущие семьи. То есть там есть несколько коммерсантов крупных, там, цветочников, которые спекулируют. И там есть целая мафия, насколько я понял, которая специально занижает цены в имвойсах. Так пусть борется таможенная служба и налоговое занижение. Зачем вы боретесь? То есть мы говорим, что мы даже в самые плохие времена Молдова получала несколько сотен миллионов евро в год внешней помощи. Скажите, пожалуйста, ну неужели нельзя было взять полтора миллиона евро из этих денег, перекрыть образующуюся дыру в бюджете в 30 миллионов лей и оставьте людей. То есть я считаю, пенсионеры, инвалиды и так далее, то есть платят люди, оставят там соцфонд. Короче. Хотят перейти на легитимные рельсы, хотят наполнение в бюджете. Плюс предлагают там... Послушайте, у нас, почему у нас каждый раз наполнение в бюджет связано с тем, чтобы оббирать людей? У нас, если так рассуждать, у нас количество видеокамер, например, которые фиксируют нарушение скорости в стране растет. Половина партии ПАС, которые... Они, правда, почти все, и граждане Румынии, и открыто заявляют, что они унионисты. Пусть они посмотрят в соседней Румынии. Там было решение суда, и камеры, которые замеряют скорость, в Румынии не работают уже 3 или 4 года по решению суда. Понимаете? А они не в состоянии даже для тех, кто в Великобритании и пользуется автомобилями рулем справа, они даже до сих пор не легализовали вот эти наклейки, для того, чтобы машины не ослепляли встречный транспорт, и могли ночью двигаться. То есть камеры мы увеличиваем. Я согласен, я бы в стране увеличил количество видеокамер, но камер, связанных с безопасностью. Для того, чтобы ловить преступников, вычислять там, вычислять тех, кто скрывается от правосудия и так далее. Но у нас, опять же, то есть везде бизнес на бедных. Знаете, у нас такая стратегия, и в Молдове, и в многих других странах, все говорят, у нас большинство людей бедные. А такое ощущение, что власть устраивает эту ситуацию, потому что у бедных можно взять очень мало, но бедных у нас очень много. Понимаете? И вокруг этого стоит вся стратегия. Потому что вот по бельцам, еще раз, вот бельцы собирали с патента обладателей... Вам, бельчане, сейчас скажут, так не надо было нас бросать, надо было навести дело до конца. Эти вопросы не касаются примара. Я имею в виду патенты, тарифы. Но когда я узнаю, что в Бельцах собирают 5 миллионов в год, в Бельцах, при мне, более 30 миллионов лей в год, например, бельская мэрия компенсировала троллейбусное управление, для того, чтобы не повышать тариф на проезд. То есть, чем помогает 5 миллионов в год, 250 тысяч евро стране, собирать эти деньги с бабок? Послушайте, налоги нужно собирать с крупного бизнеса. Это важно. С крупного бизнеса. И перекрывать те схемы, для того, чтобы некоторые чиновники высшего уровня набивали себе карманы. А не за счет этих работяг, которые сегодня... Пенсионеры сегодня торгуют из-за нуждания, из-за того, что хотят купить себе путевку в Грецию на море. Ну, коль уж вы претендуете на должность президента, вы сказали о том, что вы будете баллотироваться в 2024 году. Давайте несколько уйдем от этих тем, и все-таки обратимся к теме юстиции. Критиковать гораздо все провалы в области реформы юстиции, безусловно, просят критики. Но! Какой способ борьбы с отлаженной, четко выстроенной системой правосудия, предлагаете вы? Пока ни американский прокурор, ни Приветинг не дали своих плодов. И не дадут. Вы поймите, любой чиновник из-за рубежа, вот как Плохотнюк привозил министра экономики, француза, по-моему, вы поймите, человек понятия не имеет. Ни о местных схемах, ни о местных группировках, и неважно, они криминальные, политическо-криминальные, или там 100% криминальные. Значит, человека нужно выбирать однозначно из того, что у нас есть. Раз. Два. Я с 2014 года, наша партия, в программе прописали, ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией, как главный источник протекции коррупции в стране. Меня хайли все. Все НПО, на тот момент действующая власть, усатый не разбирается в том, что он говорит. Кому делегировать полномочия? Послушайте, важно другое хочу отметить. НЦБК, за это время, пока мы требовали ликвидацию этой структуры, пропустили и ландромат, и кражу миллиарда, и концессию аэропорта, что подтвердило неэффективность этой структуры. Точка. Я говорил, ликвидируем НЦБК. Там есть нормальные ребята в НЦБК. Их не так много, но они есть. И вот из этих офицеров НЦБК, из сотрудников МВД, некоторых сотрудников Генпрокуратуры. Мы должны сформировать одну спецслужбу. Вы поймите, у нас количество граждан страны на одного силовика. Такого вы не найдете ни в одной стране мира. Даже в ЧК, когда боролись с мафией, у них было меньше граждан. Ну, скажем так, то есть, по-моему, у нас 15 тысяч что-то на человека. Это просто бред. Поэтому мы создаем новую структуру. Я для того, чтобы людям было проще, говорил всегда про молдавский Моссад, потому что мне всегда симпатизировало то, как работала эта спецслужба. И почему? Потому что это одна из самых молодых спецслужб на земном шаре. И те операции, которые они проводили, неважно, это ликвидация террористов, которые организовали теракт на Мюхенской Олимпиаде. Это похищение Эйхмана из Аргентины, нациста, которого осудили первый публичный суд в Израиле. То есть нам нужно несколько десятков людей. Что толку? Что у нас 400 человек занимаются в разных ведомствах? Ну, у нас есть антикоррупционная прокурорка, которая есть национальный центр в борьбе с коррупцией. Была очень четкая. Одни будут заниматься большой коррупцией, другие... Опытные оперативники прокурора. Вот всегда была такая вещь. Опер всегда работал в связи с прокурором. Если сегодня придумают еще 3-4 спецслужбы, у нас что? Исчезнет коррупция? Чистый бред. Поэтому я за качество, за высокие зарплаты, вы поймите, да, этим офицерам заработные платы, поверьте, я примерно это все просчитывал, будут стоить зарплата каждого сотрудника не меньше 7 тысяч евро. Это будет минимальная зарплата в этой спецслужбе. Но вы поймите, граждане страны никогда не осудят высокие зарплаты сотрудников спецслужб, не так, как это делают министры. Бах! И подняли себе зарплату 50 тысяч лет. Если люди увидят результаты, что возвращаются украденные активы, что привезли в целлофане или в ковре плохотнюка, вы поймите, люди будут аплодировать и говорят, увеличьте им в 2 раза. Потому что, если стоит миллион евро в год работа, например, специальной службы 5 или 10, людям не важно. Люди хотят увидеть, что десятки, сотни миллионов украденные возвращаются. И люди никогда не чутят. Но здесь нужно разделять службу информации безопасности, НЦБК, антикоррупционный центр. Нам служба информации безопасности тоже не нужна. Я знаю, что я очень серьезно их сейчас раздражаю тем, что я сказал, что если раньше выступал только за ликвидацию ЦБК, два месяца назад, увидев, что всякие НПО назначают и рекомендуют, и не важно, как там майор или полковник Сиба на ту или иную должность, кого снять. Когда там начальник управления, есть там такой ожог, начальник управления экономической безопасности, единственное его занятие это сливать там своему двоюродному брату, одному блогеру, всякую дезу, причем, он не то, что сливает внутреннюю информацию, они просто пишут сочинения, они просто за бабки привыкли давать рекомендации. Поэтому Сиб мне сегодня наблюдать дальше за тем, что два сотрудника бегают в одно посольство российское, другие четыре бегают в американское, третье предлагает там свои услуги нашим соседям в Румынии или в Украине, послушайте, зачем мне нужна такая спецслужба? Они уже больше бегают по посольствам, чем сотрудники Министерства иностранных дел. Когда сегодня есть выделена единица автотранспорта в Сибии, и такого, поверьте, бардака нет ни в одной стране мира, который привозит их коллег из других стран, завозят на территорию Сибии. То есть такой вип-трансфер на вычет. Слушайте, но ваше возвращение многие связывают именно с выборами, если не с местными, то с президентскими точно, дабы раздробить электорат, оторвать его часть в угоду ПАС. А пока вы такая своеобразная оппозиционная фигура, чьими руками удается разыгрывать определенные партии, в том числе внутри власти. Не секрет, что там борьба, вы сами сказали, между Спыновым и Ричаном. А вот, ну, ваша информация становится доступна широким массам, в том числе через провластный канал. Это оказывает влияние на процесс. Ваши бывшие коллеги на эту тему, вы поймите, к сожалению, когда некоторые журналисты, которых я, кстати, уважаю, ну, как минимум, могу сказать, длительный период времени уважал, выходят и говорят, вот, смотрите, Усатого показывают там на ТВ-8, вот он, вот утром он вышел со скандалом с мазутом на термоэлектрике, а вечером его уже зовут. Послушайте, это чистая манипуляция, вам объясню просто. Вот смотрите, я же, когда мы договаривались с вами о том, что я приду сегодня к вам, не сегодня утром, мы договорились несколько дней назад, когда вы пригласили на сегодняшнюю программу, правильно? Что я делаю? Так как я вижу, что, например, телеканал ПРОТВ, открытый, буду называть, вообще не давал ни одной новости полгода, не важно, Усатый умер, жив, Воскрес, то есть Усатого нет. Когда я вижу, что показывают реакцию речина по скандалу с газом, но не показывают Усатого, я начал им делать капканы, какого рода. Я начал выходить с убойной темой, как, например, с термоэлектрикой, то есть рация меня пригласила в воскресенье на четверг, а я в четверг выхожу на пресс-конференцию с термоэлектрикой, и вечером, хочешь не хочешь, этот вопрос приходится обсуждать, понимаете? Поэтому, знаете, это из той же рубрики, когда меня показывали, не показывали, я был запрещен на телеканалах Плохотнюка в течение двух или трех лет, а меня в это время сували в карман Плохотнюка. Потом говорили, что Усатый проект ФСБ, потом социалисты запустили котлету, Усатый с румынскими спецслужбами, готовит приход геев, гей-парады, НАТО и так далее. Послушайте, я в отличие от всех политиков в этой стране, если раз 2014 года сказал, что я категорически против любого военного блока на территории нашей страны, то я не делал легкие изменения в программе, как у нас партия социалистов была сначала только Россия, только Таможенный союз, потом хоп, тихонечко, тихонечко, сместилось в центр и, скажем так, ориентируется по ситуации. Все то, что я заявлял, и вы посмотрите программу 2014 года, у меня позиция осталась такой же. То, что меня нечем сегодня лупить, и меня сначала вставали в карман Плохотнюка, в карман того или другого государства, я говорил... Но если вы почитаете комментарии к сегодняшнему анонсу, балабол, предатель, он предал электорат, предал русскоязычных... Ну, извините, но в каждой стране есть дебилы. Где-то их меньше, где-то их больше. Пусть граждане на меня не обижаются, но если есть люди, которые дальше продолжают писать, что усатый продал 265 тысяч голосов в Майя Сандо. Любой здравомыслящий человек, который хотя бы чуть-чуть понимает политики, и самое главное, что многие пишут такие комментарии, и все, кто голосовали в первом туре за меня, во втором туре они голосовали за Додона, они все равно пишут, что я продал их голоса. Вы хоть соображайте, что вы несете? Да, я говорю публично, что я признал свою ошибку поддержку Додона в 16-м году и поддержка Сандо в 20-м. Я публично сказал на всю страну. И хризантема и поздравления Майя Сандо я тоже помню. Хорошо, Юль, мы это обсуждали в вашей программе, повторю еще раз. Значит, из-за того, что мой личный рейтинг и рейтинг нашей партии страдал не из-за нашей политической платформы, не из-за нашего устава партии, не из-за наших примаров, которые выигрывают там. Вот сейчас многие, большинство выигрывает третий мандат. А сначала я получал 4 года за Додона, за его связь с Плохотником и за Кульки, потом я начал получать за Сандо. Поэтому я больше никогда давайте допускаем, что не попадет Усатый во второй тур, да? Ну, на ближайшие президентские выборы. Я никогда больше не буду голосовать ни за кого-то, ни против кого-то, потому что я потом должен в течение 4 лет выслушивать любая критика, любой косяк избранного лица, это потом мне начинает этим потыкать. Поэтому я дал слово людям, что я никогда, никогда... Занесем это в протокол и запомнил, Вот заявляя о своем намерении баллотироваться на пост президента об участии в местных выборах, пока вы не распространяетесь, вы на что рассчитываете, господин Усатый? На каком основании избиратели должны вам поверить? Возможно, в очередной раз. Я вам так скажу. С февраля месяца, за полгода, я занимаюсь реконструкцией нашей партии и реально понимаю, что если ты хочешь мощно присутствовать во всех ветвях власти, правда, у нас такая ситуация, что на ветвях власти некоторые у нас не должны сидеть, а на них должны висеть, это мое мнение, значит, я занимался парстроительством, но темы, связанные с общественным интересом, смотрите, Усатый и наша партия, находясь в оппозиции и имея только мэров городов Весел и советников разных уровней, не имея ни одного депутата в парламенте, хотя если бы хотел, давно бы их имел, поверьте, потому что предложения были и от разочарованных в одних и в других, я отказался. Что сделал Усатый за полгода? Когда наша партия вопросов была 3,5%, когда я вернулся, и сегодня 9%, и опросы социалистов, и ПАС и так далее, они это, они это знают. Я доказал, что граждане страны уже много месяцев переплачивали за газ, и власти были вынуждены снизить тариф на 11 лет, значит, не имея ни рычага, влияния, ничего. Ситуация связана с трагедией в аэропорту и поспешный выход из БКБОПа, структуры СНГ, которая занимается только кривной. Все полицейские страны, поверьте, и проевропейские, и пророссийские, и прорумынские бы они были, они все говорят о том, что Усатый единственный, который дал, вышел правильный анализ. Ситуация с мазутом, где власти, кстати, тоже попытались, обнаглели до того, что вначале они говорили, что это все бред, а потом им хотела на гости, грозу вышел, сказал, это одна из башен Кремля, 15-й год, и так далее. После того, как было доказано, тракторист признался, была установлена геолокация, они были вынуждены признать и это поражение, понимаете? В течение всех лет, и не важно, это кража из банковской системы, так же, как все говорили про Кролл, но Кролл почему-то два, опять же, показал Усатый, где было четко прописано, бенефициары Плохотнюк, Шорф, Филатом, и так далее. То есть, поэтому, я, у меня предложение гражданам страны простое, не нужно верить обещаниям политиков, и не важно, это наша партия, социалисты, ПАС, или там, вот эти все другие, которые появились, вы смотрите, что для вас политики из этих партий сделали за период своей активной политической деятельности. То есть, начинайте думать, перестаньте голосовать, одни видят флаг Евросоюза, не видят, что там половина дебилов спряталась, и двоечников за этим флагом. Они голосуют за флаги Евросоюза, привели сегодня одних из самых бестолковых депутатов. Бельчане вам тоже поверили, где ваша борьба? Скажите, пожалуйста, что значит, Дина, послушайте, если я в Бельцах, те результаты, которые я показал, работы, и те опросы, которые, в том числе, я видел по Бельцам, почему бельчане сегодня более 60% хотят, чтобы усатый вернулся, выдвинул себя мэром? У бельчан, если были бы вопросы к усатому, вы поймите, первые 4 года человек, когда новое лицо, он обещает. То есть, одни обещают, дают гречку, другую делают какие-то декларации. Но исходя из этого, какие претензии к нынешней власти? Секунду, то есть, у меня претензия в чем? Потому что, например, власть занималась вербальной благотворительностью, да? Шор занимался конкретной благотворительностью, в лице там поман, бутылок, гречки, мяса и так далее. Они в обещании, потому что врали те и другие. Почему проработав 4 года в Бельцах первый мандат? Почему бельчане опять во втором туре там 65% проголосовали за Усатова? Они увидели результаты за 4 года. Вы поверьте, никогда, вот если бы Додон отработал как президент страны 4 года так, как я отработал 4 в Бельцах, приезжала Санду, как премьер-министр в Бельце, Додон, как президент, Гречаная, как спикер. И я набрал более 60%. Потому что люди видели результат работы Усатовой. Они не хотели видеть ни красных, ни розовых, ни желтых, никого. Вот и все. Поэтому пусть сделают другие хотя бы 20-30% из того, что я делал в Бельце. Вы сказали о том, что Вы формируете команду сейчас, возможно, создаете новую. Ну вот думаю, нашим телезрителям и Вашим избирателям было бы интересно узнать, ибо это одна из показательных составляющих. В каких отношениях Вы сейчас с Вашими некогда соратниками, такими известными личностями, как Кашу, Петков, Чубашенко, способны ли Вы воссоздать ту команду или вообще об этом не идет речь? Вы поймите, у нас же, во-первых, у нас по стране и в то время, когда было давление Плохотнюка, еще с Филатом на пару, потом Плохотнюк сам, от нас ушло меньше всего людей. То есть, у нас были потери порядка, в мандате там примерно 7-8%. Сегодня, Вы поймите, жизнь продолжается, то есть, есть сегодня некоторые коллеги, с которыми у меня, я не хочу назвать фамилии, я говорю, ребят, например, все выведены структуры за штат в стране, потому что в некоторых районах, где лидер партийной организации на местных выборах набирал 2%, Вы поймите, местные выборы показывают личный рейтинг человека, не партии. То есть, там, где тебя знают школьные учителя, воспитатели детского сада, соседи и так далее, то есть, люди идут за человека. Почему многие сегодня, например, спекулируют и говорят, вот, увидите, мы наберем 100 примаров. Я вам сразу говорю наперед, очень много примаров наберет филат. Он даже сидя в тюрьме в 19-м, набрал очень много на национальном уровне, не из-за того, что он филат, лдпм. Я знаю несколько сел, где примар от филата набрал 65 или 70% в первом туре, вот, сирец село, недалеко, 5 тысяч населения. И в совет набрали там тоже 50 или 60%. То есть, там идут люди за советниками и за примарами. Наши сегодня, мои некоторые коллеги в прошлом, во-первых, был с некоторыми неприятный разговор, другие ждали от меня какого-то предложения. Вы поймите, я больше не буду предлагать просто, как это было раньше, кандидата на мэра того или иного города или села. Это неправильно, иначе о какой реформе мы говорим. То есть, раньше у нас все шло сверху вниз, и люди узнавали в районах, что мы решили в Кишинево, кто ответственный за район, причем неважно, какой мысль. Сейчас нет. Сейчас люди, да, это будет медленно, долго, сложно, но люди снизу пойдут, и они будут выбирать и руководителя сельской организации, кандидаты и так далее. У нас даже на этих местных выборах, запомните, вот есть масса новых партий, неважно, это Филат, Никифорчук и другие, они наберут очень много. Отвечу вам, почему? Потому что они сегодня устраивают все что-то вроде местных аукционов. Там сидят некоторые примары, такие как бояре, знаете, а вот Кику мне это предлагают, а вот, а вы мне что предложите? И вот сегодня там война, Кику, например, с Никифорчуком в Флорештах. Это вы знаете наверняка. Да, так а там разделились, там было очень много примаров, демпартии, часть ушла официально в партию Кику, часть ушла к Никифорчуку, короче. То есть, те же примары пытаются как-то, то есть, послушайте, увидите, что будет у этих партий на парламентский выборах. Демпартия тоже во главе с Филиппом шла на парламентский выбор в 21-м году с 200 примарами, что у них там Никифорчук еще тогда забрал там с компанией, и они набрали там полтора или два процента, то есть, поэтому спекуляции многих, что вот местные выборы покажут, ребят, местные выборы покажут, чинен сад, шумураш, есть и он господар, чинь есть и нот, понимаете, то есть вот что покажут местные выборы, поэтому не надо спекулировать, поэтому Бельцик, в июле 21-го, когда я подал в отставку, социалисты с коммунистами набирают 51%, через два месяца я подаю в отставку досрочные выборы в Бельцах, они набирают четвертое место после пас в Бельцах, то есть набрали 8% их кандидат Нестеровский на тот момент, понимаете, вот доказательство, что не надо путать результаты местных и этих, эти примары, то есть послушайте, за всю страну у меня такая позиция, и не важно, это башканские выборы в Гагаузе, выборы, вот когда ты являешься партией власти, ты обязан бороться везде, сегодня, если я знаю, что у нас вот есть примары, Фалешт, Кантемир, Вулканешты, Гладяны, Дроки, Арышканы, которые уже по два мандата некоторые, по три выиграли и почти все в первом туре, то есть это показывает, что мы правильных выбрали людей, а просто расставлять кандидатов на всю страну, как сегодня, вот один ваш коллега мне задал вопрос пару недель назад, а как вы прокомментируете на должность примара Кишнева выдвинулась порядка 20 человек, там из них больше половины не умеет считать, если у них забрать телефон или калькулятор, понимаете, ну о чем мы говорим, то есть это что, разве политика, нет, хорошо, а вот, коллеги, которые ушли, и я всем пожелал успехов, которые ушли, некоторые хотят вернуться, но еще раз, если кто-то обиделся и ушел, и например, как сегодня там, руководитель организации в Кагуле, да, который там, наш бывший, значит, он ушел сегодня к Никифорчику, еще там загрузили двух примаров, все, послушайте, значит, вот этот естественный отбор, чем я проснусь в один день с сюрпризами, с которыми просыпается, например, Додон, где там массово, там сельские советники, там районы, там депутаты и так далее, он винит Шора, что вот Шор стоит за покупкой, там депутаты, возрождение, и так далее, а я вам скажу, что проект возрождения создал друг Додона Игорь Чайка, да, у него этот проект отобрали пару недель назад, это московский бизнесмен, и сегодня Игорь Николаевич вышел бы, хотя бы сказал правду, Шор там один из винтиков, то есть, во всей этой истории с возрождением, поэтому, чем получить такие сюрпризы потом, когда у нас есть обязательства, и мы являемся одной из ветвей власти, то есть, вот тогда это страшно, поэтому, я сегодня смотрю, кто чего достиг в жизни, понимаете? Ваши мысли, почему в Молдове, как показывает практика, партия, это ее лидер, он локомотив, а не будет его, она не способна далее работать, тем более, выигрывать, это слаженный организм, но, к сожалению, он... Я взял пример, в соседней, в соседней Румынии есть такая партия социал-демократов, и вы знаете, я когда начал изучать историю партии, ну, взял наших соседей, Украина, Румыния, и вот для меня был сюрприз, что партия социал-демократов, то есть они прошли через больший прессинг, в том числе медийный, уголовный, чем, например, партия демократов из-за Плохотнюка или ЛДП Мезофилата, да, или Додон, когда там был задержан, как руководитель партии социалистов, то есть за историю этой партии посадили двух примеров, один Настаса, второй Драгня, то есть посадили и председателя партии, и премьерами они были, и партия набирает 40-45% на выборах, знаете почему? Я был шокирован, изучив ситуацию, у них настолько мощные структуры, Юля, они могут менять председателя партии хоть каждые полгода, причем вот просто вызывать его и сказать, слышь, короче, ты занимаешься не тем, не тем, а фары, вот я такую хочу партию построить, я не хочу больше партию Усатого, у нас же реально, вы правильно говорите, у нас, если разобраться, ПАС это партия Санду, потому что у партии 16% остальных протащила она. Нет лидера, разваливается партия, нет механизма, когда нет структур, когда есть здоровые структуры, смотрите, как долго разваливали партию коммунистов Воронина, очень долго, причем это делал и Филат, и Плохотнюк, и Уголовно, и так далее, и партия коммунистов, именно партия коммунистов Воронина, не все эти, которые уже поменяли там 3-4 раза цвета, пилот, так и не только. Почему? Потому что Воронин был единственный политик, где опять же, изучив историю молдавских политических партий, не только соседних, это был человек, который садился в те времена в Жигули, москвич, еще не было у него самого Плохотнука, Мерседеса и так далее. Воронин ездил в каждое село, создавал первичные организации, не отправлял советников, представителей, кураторов, это все появлялось потом. Поэтому Воронин, я вам скажу, за историю его председательства по КРН, ну в те времена, за историю тех лет, пока он был президентом страны, это был самый информированный президент и руководитель за всю историю молдавской независимости. Воронин знал в лицо комиссаров, прокуроров, он даже знал в каком селе доярка сбежала к своему соседу, понимаете? Что сегодня мешает это сделать? Я по этой модели строил партию, почему? Я не стесняюсь приводить примеры, то есть этого не сделал ни Дадон, ни Пас, ни Плохотнюк, Плохотнюк. Я не о вас говорю, а вообще в принципе, что политикам мешает вот так близко знакомиться с ситуацией. Я, например, делаю так. Завтра в Бельцах встречаюсь и с новыми людьми, которые заполнили СИВИ, бельчанами, которые хотят участвовать в развитии партии в Бельцах. Также у меня запланирована встреча порядка 30 кандидатов примаров в село. И дальше следующий уход. Завтра я увижу их и месседж будет про свой. Ребята, следующая встреча только в вашем селе. Я хочу увидеть и ваши кандидаты в советники, и людей, которые создадут первичные организации, и пусть я буду идти медленнее, чем другие, зато к парламентским выборам в 25-м году они, да, у нас должны быть, значит, мы выйдем партии с самыми четкими организованными структурами. И я не стесняюсь звонить многим членам, некоторым членам партии коммунистов, которые в то время создавали все это с Воронином, советоваться, как правильно то, как это и так далее. Понимаете? После рекламы мы выйдем на газовую тему, но до этого хотелось бы все-таки, чтобы вы прокомментировали ситуацию. Емельян Крецу, Негурене, партия ПАС и Рената Усатый. Сама реакция, как это было все, сразу связали с вами, все непременно. Это разочарование человека, который действительно верил в эту партию. Который топил за них, да, и у нас была не одна дискуссия с Емельяном на эту тему, да, как бы, он просто, понимаете, он человек культуры, он актер. И неважно, кто-то говорит, что он актер, кто-то говорит комик, кто-то его назвать блогером. Но это человек, за которым наблюдает сегодня сотни тысяч людей. Я вижу в районах, когда дети взрослые, я не понимаю его песен, например, Емельяна Крецева, да, то есть я слушаю другую музыку. Но когда я вижу, что его песни хором поют по пять-десять тысяч человек на храма «Городо-Веселок», то есть у него, я вам скажу, что сегодня секта побольше, чем у пацаны. Секта в хорошем смысле слова. Секта – это не хорошее слово. Вот. То есть Емельян вышел, потому что это его село. Не порезли ли ряды этой секты после его выступления? Это тоже. Послушайте, я думаю, что своим выступлением он не то, что поднял проблему Негурен и некоторых других сел. Но он сказал, что им донесал. Я считаю, что он их покалечил минимум за 4-5% на национальном уровне. И так считает и все руководство ПАС и президент страны Майя Сандо. Вы поймите. То есть разразился такой скандал и все это атаки в его сторону, значит, ну, то есть они реально испугались. Я вам скажу, если он выступит еще 2-3 раза, то есть удар, который он нанес по ПАС, я думаю, это больше удар, чем нанесли за все годы деятельности социалисты Шора в парламенте, потому что еще 2 раза выйдет Крест, он станет их могилечкой, понимаете? А вам не показалось, что это прошло и забылось, а вообще, как отреагировали коллеги, вы видели это все, естественно, наблюдали за процессом. Вы про каких коллег? про коллег? Журналистов? Да, журналистов. Ну, конечно, видел, конечно, видел, послушайте. И связывает исключительно с вами, это была такая история. Послушайте, это так же, как некоторые ваши коллеги делали новости, смотрите, у усатого майка за 1200 евро, футболка, он с ней с пыльной выходит. Так вы сами хвастались? Послушайте, эту майку купил за 4, они взяли ценность сумма в Москве, хорошо, что они взяли... Вас уже назвали модной блогершей, все рассказал, где сколько, что стоило. Ну, ладно, не об этом речь. Нет, да, я имею в виду, и когда я им это сказал, например, они это вырезали. Смотрите, как это... А вот то, что я им сказал, что они занимаются там вранем, поэтому, послушайте, все говорят то, чинен на нефть, а сейчас о плате, что у молодого говорят. На этом мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Великое национальное собрание, если тариф не упадет до 9 лет. Пока только тариф для клиентов предприятия Роталин Газ может составлять 11,80 за куб, но не Молдова Газ поставщика большинству. То, что сегодня Анре утвердила тариф, и, вы знаете, меня поразило другое, то есть компания, которую вы сейчас назвали, она вообще предложила 10,40 без НДС. А Анре говорит, нет, продавайте по 10,90. Я в шоке, то есть, когда частная компания говорит, я хочу людям продавать за 10,40. А Анре говорит, нет, продавайте по 10,90. Что-то, ну, как минимум, странно. Но главное, это является подтверждением тому, что газ должен был стоить сегодня не более 12 лей, а не 18, как сделали власти, и то после скандала. Да, скандал, который я устроил на тему газа, обязал власти что-то быстро начать делать, они позенизили на 18, но следующий ход властей, запомните, именно сейчас в местные выборы в компании, они выйдут с умными, там, грустными лицами и расскажут, что вот мы понижаем тариф на газ до 12,13 лей, понимаете, то есть... Так есть предпосылки. Послушайте, предпосылки были тогда, когда они его понизили до 18, ничего не изменилось на газовом рынке, понимаете, ничего не изменилось, поэтому мы же первый раз обратились в комиссию по чрезвычайным ситуациям. Говорим, начальники, в январе, в феврале прошлого года вы задним числом подняли людям цены на газ. Вот сегодня есть все те же легальные предпосылки понизить. Они наше письмо отправили в министерство энергетики, еще куда-то, то есть они нам не отвечали для того, чтобы... То есть мы их забомбили письмами, мы их вынудили, чтобы они ответили нам напрямую то, что произошло на прошлой неделе. Сегодня вот от нашей партии буквально вот 9 августа был зарегистрирован иск в суд. Мы, значит, сегодня мы отправили в суд исковое заявление, которым потребовали, чтобы тарифы, установленные 7 июня, применялись не с 8 июня, а ретроактивно с 1 февраля, ссылаясь на те же пункты, чтобы есть основания, так как газ уже был. Почему мы сказали с февраля? Потому что в феврале уже реально могла быть цена ниже. Вот сейчас погрем о самом главном. Значит, вы поймите, людей выводить на площадь, национально-освязь, правительство, нужно под что-то конкретное. Просто выходить эту работу над ошибками касаемо нас, нашего политформания, я тоже провел. и поймем, чтобы просто выходить жестко ей, окей, жестко ей. Что получат люди? Просто, что наша партия либо все другие, кто проводят вот эти пустые протесты, побышают себе рейтинг. Я не хочу. Я хочу, чтобы вышли люди на протест, и мы на протесте получили результат. А результат можно получить по что-то конкретное. Поэтому, зарегистрировав сегодня вот это исковое заявление, я уверен, что сейчас судьи тоже в отпусках, там сентябрь, октябрь, неважно, граждане страны тоже большинство на каникулы. Я под первое же заседание суда, я так думаю, это будет на Рашкановке, очень больше граждан страны придет, потому что это не популизм, как некоторые. Требуем понизить газ. Здравствуйте. Требуем понизить цены на свет. Вы выйдете, найдите механизмы, так как это делаем мы. Поэтому я призову все граждан страны вот именно на первый суд по снижению тарифов нога задним числом. Я не буду раздавать флаги нашей партии, футболки с моими изображениями или партийной символикой. Потому что чем больше судей, это во-первых тоже люди, и мы еще раз, мы требуем понизить задним числом, не просто требуем, а вот некоторые граждане обратились в суды, о незаконном поднятии цен задним числом. И суд сказал, что нет, власть имели право, потому что газ уже в то время был намного дороже. Используя те же законы, мы хотим сегодня задним числом понизить. И поэтому, если это будет, поверьте, пять тысяч человек, они понизят цену на газ на триле. но если придет пятнадцать-двадцать тысяч человек и так же дружно пойдем в апел, еще раз, я хочу немного культуру тех же протестов, вы смотрите в соседних странах, и неважно это, Румыния, Украина, это, Франция, да, протесты. То есть, люди там не ждут автобусы, их не организовывают, то есть, люди выходят у себя даже на улицах, селах, городах, перекрывают дороги, если надо, дают по морде. вот, у нас будет другая культура протестов, значит, я считаю, что дальше на протесты нужно, если мы заявляем, что мы идем за понижение, я людям показываю, что это не популизм, и я опубликую после программы с вашей, все законы, на которые мы ссылаемся, что непросто, мы просим понизить, потому что так будет хорошо. То есть, господин Пахилов, с группой адвоката Бериса, наш адвокат, мы подготовили полностью юридическое обоснование этого, то есть, еще раз, основываясь на их поднятии задним числом, мы не используем другие законы, почему? Мы используем только те, на основании, И если результат будет отрицательный? Послушайте, если придут на первый суд 10 тысяч человек, а если не придут? Люди, послушайте, если люди не хотят у нас в стране тарифов дешевле на газ, я, например, иду не за свои квитанции, потому что я без компенсации оплачивал своим родителям, детям, некоторым там малоимущим родственникам, кому я помогаю, без компенсации. Я не иду бороться, потому что усатому нечем платить за газ. Я вас могу платить, извините за нескромность, за газ, даже если бы цена была 50 лет. экономил, не было уже той температуры, как раньше, но я борюсь не для себя за тарифы. Я тариф, знаете, у меня принцип всегда в жизни был, не нужно смотреть, что все дорого, нужно думать о том, как больше заработать, понимаете? А вы как зарабатываете, господин Усатый? На чем? Вы стремитесь к политику, декларации будете подавать? В моих декларациях и все мои сбережения в долларах, в евро, в национальной валюте, деньги, за которые уплачивались налоги. Плюс, напоминаю, Усатый единственный политик за всю историю страны, который, не имея бизнеса в Молдове, каждый год платил налоги, как физическое лицо, 3-4 миллиона лей в год. Понимаете? За деньги, которые привозил из-за рубежа. Я вас могу уверить, так как я никогда не скрывал, и не важно, это была недвижимость в России, бизнес, или вот сейчас, когда на финальном этапе организовывают другой бизнес, еще раз, за пределами страны, нельзя заниматься бизнесом и политикой в одной стране. Тебя всегда будут обвинять, что ты за счет своего ресурса, это будут правильные обвинения, ты себе там отдаешь какие-то подряды и так далее. Поэтому бизнесом и политикой заниматься в одной стране, с моей точки зрения, это преступление, поэтому я, к сожалению, буду продолжать зарабатывать за пределы нашей страны, и как я не прятал машины, часы, земли, все было в моих декларациях, акции и так далее, так же это будет... Это тоже занесем в протокол. Давайте поговорим о приватизации. Вы поймите, вот есть, когда публикуют, например, декларацию чиновников, вот я как понимаю, то есть, есть, которые согласно законодательству, они затирают, например, там, рубрики личных сбережений, то есть, я, все цифры, которые у меня были все эти годы, плюс, вы вспомните, 14-й год, когда сняли из выборов, когда все телеканалы Плохотнюка говорили, что Усатый, самый богатый кандидат депутата парламента, чистый бред, то есть, я просто, в отличие от других, все показывал. Вы поймите. А вы готовы рассказать, как вы заработали свой первый миллион? Конечно, готов. Значит, я-то знаю, как я его заработал, об этом знают, ну, как минимум, тысячи граждан Молдовы, которые участвовали в заработке этого первого миллиона, это когда утром с табличками, на веревочке нашли, табличками, ищу плотников, сантехников, специалистов по паркету и так далее, я встречал поезд в 5 утра на Киевском вокзале в Москве, мы были первыми гастарбайтерами, которые предложили москвичам на тот момент, ну, жителям Подмосковья, потому что я не любил квартиры, мне нравилось больше делать дома, да, и мы были первые, которые ввели ноу-хау делать, строить дом под ключ, то есть, мы даже выбирали, чтобы понимали, почему до сих пор вот Нина теряет сознание, разбираясь в посуде, полотенцах, шторах, постельном биле, потому что я увидел, что было очень много людей, которые уже зарабатывали прелечные деньги, и люди, как и наша нынешняя власть, они не могли отличить холодильник от посудомойки, и людям нравилось, там, менеджерам даже среднего звена, приходить, и тапочки стоят у входа, и мы возили ковры, поездами, сунгены, и так далее, то есть, и мне не стыдно, то есть, первые большие деньги, вы поймите, самая хорошая реклама, это когда ты, что-то сделал, и, например, если мы построили вам дом, и вы довольны, а мы на тот момент строили дома под ключ, это было 20 лет назад, то есть, мы строили дом, строительство, внутренняя отделка, и внешняя, я правильно понимаю? И мебель, и все, то есть, было 400 тысяч долларов, и нас люди передавали, кто сделал, молдаване, за сколько, вы поймите, мы дом, в районе 400-500 квадратных метров, строили за год, это для любого строительства, люди, которые понимают, в строительстве, то есть, у нас, скажем так, я там закупал паркет, параллельно уже заказывали в Турции шторы, которые где-то в Бельцах шили, и поезда... времени это лирическое отступление, мы немножко отодвинем, хорошо, министр энергетики Виктор Павликов говорит о том, что правительство готовит приватизацию, Ред Норд и Фея Норд, власти ищут потенциальных инвесторов, зачем нам это нужно? Вы знаете, после того, как другой член правительства, значит, заявил о том, что нужно, или руководитель парламента, я не помню, кто первый заявил, то, что аэропорт нужно дать в концессию. Да, это тоже вопрос, который мы сегодня... С 2014 года я говорил не только о том, что стратегические объекты должны остаться в руках и под контролем государства, я говорил еще о пересмотре приватизации. Кстати, нам это позволит только полная перезагрузка страны и принятие новой конституции. С этой мы ничего не добьемся. Значит... Это такое громкое заявление, вы знаете, что вы были раскритикованы, но сегодня... Кем я был раскритикован? Секундочку. Что значит принятие новой конституции? Что вас не устраивает? Послушайте, нашей конституции. Мы являемся единственной страной на постсоветском пространстве, которая не провела через референдум, не утвердила ни конституцию, ни нашу независимость. Из-за этого многие политиканы в разные времена лазили в эту конституцию, все, кому не лень, и продолжают лазить в нее сегодня. Если бы это была конституция не просто скопирована на 80% где-то, и была бы конституция, которая обсуждалась бы с гражданами, и была бы утверждена гражданами через референдум, поверьте, в студии конституционного суда сегодня были бы как львы в этом фильме. Приключения итальянцев в России или как надо, когда львы такие ленивые, да, сидели там, зевали. То есть, они должны быть сторожами конституции, здания конституционного суда. Сегодня наш конституционный суд работает как суд сектора Чиканы. Поэтому я вам скажу, я очень благодарен очень многим работникам конституционного суда в прошлом, многим судям конституционного суда был шокирован, что даже некоторые судьи, которые участвовали в легализации выборов, когда нас снимали в 2014 году, и те, кто были в аппарате Додона, как президента страны, он же начал, он создал совет при президенте, возглавлял, по-моему, господин Пулбери, экс-председатель конституционного суда. В общем, со всеми этими специалистами, и которых потерял Додон, и которых не углядели другие. Мы уже на финише создания рабочей группы, вы поймите, не Усатый, не Юлия Федорова, и не НПО, а люди, которые участвовали в создании сегодняшней конституции. Когда они говорят, что ты прав, единственный вариант, это обнуление страны, то есть ликвидация страны Республика Молдова, как бы это многих термин не пугал, ведь и создание новой, то есть все развитые страны мира прошли через принятие новой конституции. Есть очень хорошая статья на Коммерсанте, ей лет 10, где вот анализ всех государств мира и их достижения за счет принятия новой конституции. Потому что дальше, Юля, в вашей студии все политики будут вам рассказывать еще 30 лет, мы так хотели принять императивный мандат, чтобы не было перебежки, но нету конституционного большинства. Мы не можем сегодня говорить о люстрации, опять ни у кого нету конституционного большинства, понимаете? Поэтому специалисты... Я думаю, не понимаю, сейчас сижу, вас слушаю, думаете, вы таким образом зарабатываете очки у избирателей? Почему вы бежите впереди паровоза? Вы еще... Объясняю почему, знаете почему, Юля, объясняю. Смотрите, у нас у президента не так много полномочий, да? Но одно из важнейших полномочий, которое меня удивляет, что не воспользовался никто им, президент страны, вот когда идет кандидат в президенты обещать зарплаты, пенсии, то, чего президент сделать не может. Президент может обещать контролировать правильную спецслужбу, потому что контролирует президента, я бы их переформатировал. Но самое главное, сегодня Ренат Усатый, либо другой оппозиционный политик, не имеет права инициировать, только парламентское большинство может инициировать референдум, то есть решением большинства, либо президент страны. Поэтому пункт номер один, когда я пойду на президентские выборы, это будет сразу после выборов провести консультативный референдум с населением, где, поверьте, если будет люстрация, пересмотр приватизации, императивные мандаты и так далее, и так далее, я вас уверяю, что 80% граждан страны, независимости, русские, гагаузы, унионисты, молдаване, румыны, украинцы, проголосуют за эту новую конституцию, просто людям нужно объяснять. Я им когда говорю ресетария, статулы, принтеру, принтеру адаптария, люди не понимали. Когда им объясняют просто, уважаемые граждане страны, когда вашу фирму ограбили, украли активы, фиктивные повесили на нее долги и так далее, вы что делаете с этой фирмой, вы ее ликвидируете и создаете новую. Потому что, так же, как и в строительстве, легче построить новое, чем репорт. У нас эту конституцию варили, штопали, приплохотнюке импредитерпетировали. Знаете, если задать вопрос рядовому гражданину, тебя что волнует? Холодильник, пенсия, заработная плата или изменения в конституции? Ну, наверное, изменения в конституции на каком-то... Я понимаю, о чем вы говорите. Извините, Юля, когда граждане поймут, что в конституции будет новый, гарантирован их прожиточный минимум и многое другое. Еще раз. Давайте мы поработаем... На мой взгляд, вы несколько забегаете вперед, но это ваше право. Нет, я не забегаю, потому что в течение года я хочу попасть в максимальное количество сел. Горнемся к аэропорту и начнем... Я хочу попасть в максимальное количество сел и людям по-простому объяснить и показать результаты в странах, где эту конституцию принимают. Это ваше право, безусловно. Давайте поговорим о делах сегодняшних, вернемся к теме аэропорта и начнем не с цен на парковку, не с аэропортов и сборов, не с прихода новых... Обязательно об этом поговорим. Мы так и не услышали... И даже не о концессии сначала. Мы так и не услышали рапорта, мы начали вот с вами, вы вскользь упомянули в программе, не услышали рапорта по трагедии, унесшей три жизни, включая нападавшего. С чем это связано? Послушайте, Это связано с тем, что одна часть ПАС хочет сохранить Василуя на должности руководителя программ-полиции. Другая часть понимает, что был серьезный прокол в работе СИБА и того сотрудника, который с этим преступником проводил профилактическую работу, так это назовем. Многие боятся, что вылезут некоторые видео, на которых, например, одну только ситуацию вам расскажу. Я, например, когда занимался идентификацией этого негодяя в Таджикистане и узнал, что он уже... Кстати, то, что я заявил на следующий день, что он похитил банкира и они его даже убили, это тоже подтвердилось, только недели через 2-3. А начальник молдавской полиции рассказывал всем другое. там на видео есть такая ситуация, которая вот... Я думал, что он там бегал по кабинетам, искал заложников. Ну, такая была версия многих, в том числе, сотрудников аэропорта и правоохранительных органов, которые находились на месте трагедии. И... Я видел некоторые видео, где этот убийца открывает одну дверь кабинета, другого, ну, то есть, видно по видео, я говорю, что он делает? Слушай, искал заложников. В то же самое время там был молодой парень, стажер в пограничной полиции, которому 18 или 19 лет, но очень молодой, потому что он был даже без оружия. И вот, в момент, когда преступник наводит на него пистолет и смотрит, у него оружия нет, и показывает пистолет, уходи. То есть, у меня начал не вязаться с версией, ну, как уищать заложников по кабинетам, а в это же время отпускает заложника, который был безоружный, потому что по нему бы не могла открыть молдавская полиция огонь, если бы он использовал, например, как живой щит этого молодого сотрудника стажера. И начал разбираться там копаться. Оказывается, он ходил по кабинетам. Как вы думаете, зачем, если заложников уже очевидно, он не хотел. Зачем? Он искал людей, которые его разозлили. И чтобы не цитировать то, что я там слышал, где эти пи-пи-пи ГБшники и так далее, то есть, видно, был какой-то инцидент, который его сделал неадекватным. То, что он преступник, то, что он негодяй и так далее, я уже все это высказывал. За два часа молдавские власти так как отозвали, еще раз повторяю, меня опять же говорят, что Усатый дает почву для пропаганды Марии Захаровой, которая вышла. И вообще Усатый ему показалось, мало ли посмотрел там видео, сделал свои выводы и тут же выдает я говорил фактами. Послушайте, я знаю, что такое бокобоб и детально отыгрывал не буду. Это международ, это структура СНГ, которая занимается только оргпреступностями, киллерами, ворами в законе ОПГ, то есть, они не занимаются экономикой. В итоге-то почему мы не услышим рапорта? Объясняю почему, потому что им придется признать, в том числе, помимо тех косяков, что он сказал, им придется признать, что отозвав представителя из этой структуры СНГ в январе, окей, вы отозвали, вы критикуете, что все, что связано с СНГ, это плохо, а вы перезаключили прямые договора со странами СНГ, если вас не устраивает структура, которая находится в Москве? Потому что это опять же показывает их некомпетентность. Откуда может быть компетентность, когда пришла гражданская госпожа, ее отправили в отставку, Забудь. Ревенко. Ревенко, да? То есть вы поймите, у этой истории будут последствия. Да, я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то спекулировал и сам стараюсь на эту тему не говорить, потому что погибли ребята, то есть вылезут все бреши в системе, в том числе связано с международным сотрудничеством. Еще раз, почему усатый, опять же, как физическое лицо, как человек, у которого много друзей в разных странах мира, я узнаю в тот же вечер, что этот человек проходил подготовку в лагере ИГИЛ в Афганистане, я узнаю о том, что он разыскивается за похищение и убийство банкира, потому что анализ ДНК показал, что это анализ с мертвого человека, то есть банкира, которого они убили, парня в Украине, когда наши власти говорят, он не был в розыске ни СНГ, ни Европол, и так далее. Юль, они говорят много слов, пользуясь тем, что разбираются простые люди. Я и не говорил, что он был в Европоле или в розыске в СНГ, просто когда я связался с Таджикистаном и узнаю о том, что по их информации вообще не покидал страну, то есть они его искали и искали внутри. Если бы он был представителем МВД, Он вообще к кому сюда приезжал? Почему он приехал в Молдову? Главный вопрос из Турции. Почему он не полетел сразу в любую страну в Европу? Что его здесь ждало? Что его могло задержать? Это тоже для нас очень важно, а мы не знаем ответа на вопрос. Это должно уже высказаться руководителям, кто его встречал или не встречал. Или он ехал после убийства и похищения в Таджикистане и переждать в Приднестровье. Нас волнует, а если его здесь кто-то ждал, кто эти люди и что происходит? Вопросов очень много, но давайте перейдем к теме парковок. Показательное выступление премьера Ричана в отношении снижения стоимости парковки в аэропорту, которого в итоге не будет. Что это было? Послушайте, у меня такое ощущение, вот в 90-е годы, самое сложное и для Молдовы, и для всех посоветских стран, знаете, вот так действовали бандиты, знаете, когда играли один в хорошего, другого в плохого. Плохой приходил и говорил бизнесмену, дай 10 тысяч долларов, или сожжал машину. Потом приходил добрый, говорит, не, не надо, дай я решу все за 5, понимаете, то есть, поэтому сами подняли, сами снизили. Вы знаете, вопрос парковки некоторым покажется, может быть, странным, но, вы знаете, я был согласен с поднятием тарифа на парковку, я вам скажу, что мало еще подняли цену, я бы ее сделал еще дороже, я бы сделал не 20 лет сейчас, а 40. Я объясню, почему. Человек, который, у нас самый дешевый билет сегодня стоит 200 евро, туда-обратно, из Кишневского аэропорта, 1, значит, евро в час, сколько они в сутки, указывают, по-моему, 200 лев, да, тариф? 200 или сколько, я вот не помню. То есть, короче, граждане Молдовы, когда мы летаем в Европу, мы, извините, в туалетах на АЗС, на заправках, платим от 70 центов, евроцентов, до 1 евро, за то, что мы заходим в туалет. В Молдове, в Румынии, мы привыкли, что на заправках они бесплатные. Но вы поймите, сегодня, я смотрю, они играют на парковке, они играют на аэропортовом сборе, а знаете, что они выйдут, скажут через год? Из-за того, что мы понизили аэропортовый сбор, который не особо влияет на стоимость, финальную стоимость для вас, как для пассажиров, понимаете? Он не влияет. Так уже сказал, глава Министерства соцразвития сказал, что вот понижение аэропортовых сборов, мы не можем собрать деньги для того, чтобы платить социальным работникам. Я говорю про другое. Я говорю про то, что они скажут, что они хоронят аэропорт из-за того, что не хватает денег, понимаете? Концессия в итоге будет? Я считаю, что неважно, какие планы у правящей власти, я считаю, что мы не должны допустить, потому что у меня вопрос очень простой. Почему при Шоре значит, аэропорт давал в год в некоторый период 25-30 миллионов евро? И был признан одним из самых комфортных аэропортов. Убираем слово комфортно. Мы говорим про прибыль сейчас. То есть, когда был Шор, он мог себе зарабатывать с группой там своих товарищей, подельников 25-30 миллионов евро в год, а когда государства уже не могут зарабатывать эти деньги. Ребят, значит, подайте подставку. Кстати, когда мы говорим про президентские выборы, я видел заявление некоторых оппозиционных политиков, с которыми соглашусь с идеей, что те темпы, которые идут, приватизация северных электросетей, концессии, всю эту бредятину, что они устраивают, я считаю, чтобы не тратить деньги два раза, я реально поддерживаю идею, которые говорят, что нужно проводить президентские с парламентскими одновременно, а если бы провести все три выбора вместе, как в Румынии, например, местные парламентские, президентские, в один день, потому что они столько она придумывает, понимаете, то есть это люди, которые, это вот, как бы, у нас я увидел, есть из этих, из группировки Кучерявых в ПАС, это Раду Мариан, депута, да, Крисовший, как они себя там сами назвают, это не мы, я в одни недели увидел новость, на рыбалке сижу, еще рыба не особо клевала, что-то день такой был, у меня очень пониженное давление, читаю новость, Раду Мариан написал Илону Маску в Твиттере, что он недоволен, не будем тратить на это время, господин Усаты. Граждане страны должны знать, Раду Мариан должен знать, вернее, не граждане страны, что, чтобы создать искусственный интеллект, как это сделал Маск, нужно иметь хотя бы собственный, который у него отсутствует, поймите, он уже реформами Твиттера занимается, человек, который не может отличить, опять же, он если поедет в село, правильно сказал один из аграриев на протесте, и он и половина пас, если пойдут в село доить овец, чтобы сделать брызу, поверьте мне, утром мы убедимся, что они всю ночь доили баранов, понимаете, и у них баранья брызла вместо вечера. Если продолжить тему аэропорта, господин Спын объявил новость о желании трех компаний новых совершать рейсы в Кишинев и из Кишинева, но что-то пошло не так. Турецкая компания, которая должна была со вчерашнего дня открыть чартерные рейсы в Анталию, еще не зашла на рынок, но уже отменила рейсы. Что бы это значило? Объясню вам, что это значит. Значит, смотрите, для того, чтобы не давать возможность в том числе, и неважно, авиакомпании, или топливная компания, да, кто же у нас производит? Вроде разные производители, одни европейские, другие русские, а цены у нас на топливом высокие. Не важно, кто является поставщиком топлива в страну. Всегда для того, чтобы не дать наглеть в той или иной отрасли, и неважно, это авиация, АЗС в стране, это аптеки. Вот скажите, пожалуйста, если бы сегодня наряду с частными аптеками в каждом районе была бы одна государственная, коммерсанты могли бы наглеть по завышенным ценам? Нет, потому что государственная аптека без офшоров и так далее, и так далее, плюс участвовал в прямых переговорах с крупнейшими поставщиками медикаментов, давал бы маленькую цену, что были бы вынуждены делать частники, постраиваться под эту цену. Если бы сегодня не отдали Шору в свое время эра Молдову, которую убивали банкротель, вы поймите, нам нужна крупная авиакомпания. Вот сегодня было объявление ОЗАЛ, азербайджанские авиалинии. Я просто летал по всему миру и в том числе летал этими авиалиниями. Комфорт в авиалиниях этой компании, в эконом-классе, лучше, чем у нас у многих в бизнесе. И не важно, это была эра Молдова или... То есть, понимаете, сегодня в чем проблема? Почему Чеботарь, один из бизнесменов, политика Плохотнюка, уже начал создавать бизнес, даже развивать эту свою авиакомпанию и летает в том числе из Армении, уже из Армении там филиал открыли какой-то там, по-моему, даже в Турции. Короче, не... То есть, тому хватило мозгов, а государству нет. Я предлагаю на этот вопрос ответить нашим телезрителям самостоятельно, потому что время уже вышло. должна быть государственная авиакомпания, которая... Вот, Эр Молдова, это и красивое название, может быть, из-за трагически то, что с ней сделали, но я бы возродил компанию Эр Молдова, не давал бы наглеть не тем, кто к нам летает по завышению тарифов, все бы подстраивались, потому что должна быть живая конкуренция. А так между собой все переговорили, так же, как хотела прийти одна крупная компания. Все за живую конкуренцию, это подвесатый, к сожалению, время вышло, мы и так превысили... И я вас благодарю за сегодняшний эфир и напоминаю нашим телезрителям, что в студии сегодня был лидер нашей партии Ренат Лавров. Самое главное, что люди должны понимать, что настоящее лицо наших политиков они видят только тогда, когда они приходят в власть, поэтому пусть анализируют заранее. Всего самого доброго, до встречи. Хорошего. Редактор субтитров А.Семкин